Привет, мои дорогие подписчики и те, кто в первый раз зашел ко мне в гость, я вас всех очень рада видеть! Меня зовут Лена, добро пожаловать на мой канал, который называется Зеленская Хэндмейд. Вы, наверное, смотрите это видео и первая мысль, которая к вам в голову заплетает, опять Лена будет быстро-быстро громко-быстро болтать. Лена сегодня радостная? Да. Ну, Лена почти всегда радостная. Почему же я радостна? Потому что, потому что, наконец-то я снимаю это видео. Наконец-то я снимаю это видео. Опять-таки я припозднила со съемкой всех видео. Ну, ладно, прощайте, прощайте Елену Владимировну, прощайте. Лена просто на самом деле закрутилась в каком-то видео, которое я либо показала, либо буду показывать. Я уже говорила о причинах, почему я не сняла видео. Ну, так вот, по названию этого видео вы уже поняли, что будет у меня видео о первом старте 2019 года, недавно, кстати, наступившего. И, следовательно, это значит, что я все-таки стартанула, стартанула с набором от фирмы Classic Design, который называется Воспоминание. Артикул 44-42, размерчик 28 на 28 сантиметров. Ура! Ура! Ура, ура, ура! Я очень рада, мне очень хотелось начать этот набор. Напоминаю, маленькая предыстория. Летом 2018 года мне очень захотелось его купить. Я его раньше видела, но как-то не хотела, что ли, купить. А потом прошло какое-то время, и вот летом мне безумно захотелось его купить. Купить я его хотела, чтобы подарить, вышить, оформить и подарить папе на день рождения, который у него в августе, в августе, через 8 месяцев. Ну, так вот. А, к сожалению, в моем любимом магазине Мир Вышивки, которым я всегда покупаю, он сначала был, но пока я кумекала-кумекала, он исчез из продажи. Написала я, в общем, менеджеру, с которым мы, скажем так, сотрудничаем. Он мне сказал, что будет через 2 или 3 недели. Дело, по-моему, было в августе. Мы как раз были на даче. В общем, я расстроилась. Думаю, посмотреть можно на другом сайте. Ага, фигульчики найдешь его в интернете, этот наборчик купить, как вообще классики. Вот. И, ну, и, короче, я поставила, как бы, в этот, в ожидание, что ли, этого набора. В общем, мне пришло на почту письмо, где было написано то, что набор поступил. Вот. Мы его купили. Этот набор оплатили. И вот он, как только мы приехали с дачи, он уже был на почте. Я его забрала. В общем, я была очень-очень радостная. Большое спасибо еще раз хочу сказать магазину Мира Вышивки за то, что продают этот набор. Это во-первых. А во-вторых, все так грамотно было сделано. Даже если наборчика нет, то можно поставить уведомление. Потом тебе письмо или сообщение придет, что набор поступил. Мне, кстати, не первый раз такое уже бывало. Ну, на самом деле, это очень приятно, так как, по крайней мере, не пропустишь то, что набор, ну, какой-то набор или какая-то вещь, которая не была в наличии, пришла. Так, 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 золотая коллекция Вышивки. Я разместила, кстати, этот набор вот такой великолепной папочке. Папочки, папулечки. Ну, что, еще раз показать или не будем? Ладно, может быть, кто-то действительно не видел. Конечно, видео-обзор этого набора обязательно смотрите. Он у меня имеется на канале. Папка, как обычная, самая дешевенькая, канцелярская. Напечатано все на обычных таких листочках, как для принтера. Полный крест, шов назад и колку. Полукрест, французские узелки. Я уже немножечко тут отметила, расчертила, подчеркнула текстовый делителем, то есть маркером. Вот они, ниточки. В наборе написано то, что ниточки от Dimension's, господи, DMC. Ну, не знаю, ниточки приятненькие такие довольно-таки. Немножко уже подпутались у меня. Часто я их крутила в процессе вышивания. Вот. Мне вышивать и мне нравится. DMC я вообще никогда не вышивала. Так что, что я могу сказать? На первый взгляд мне нравятся остатки схемы. Схемы достаточно так... Остатки, господи, остальные листы схемы. Нитки я все убираю. Покажу вам... Нет, пока не буду показывать. Нет, покажу. Кот! Ты что, корова, что ли? Нет, тут кот прыгает, как корова. Давайте, знаете, что посмотрим с вами? Когда я... А, да-да-да, это был первый старт 2019 года. Первого числа я стартанула с этим набором. Прикиньте, забыла. Ну, ладно. Все-таки я вам покажу. Я хотела показать сначала вышитая. Вот она, великолепная схема. Еще раз хочу подчеркнуть. Схема удобная. Схема масштабная. Прекрасно зачеркивается. Хороший масштаб у нее. И цвета символьная. Вообще. Без пререканий. Вот он, листик, который я стала вышивать. Зачеркиваю я текстовый делителем. Мне это удобно. Еще раз повторяю. Я люблю такие схемы, чтобы я могла... Немножко помелась. Не знаю, кстати, почему. Чтобы я могла зачеркивать. Сейчас мы ее куда-нибудь положим. Чтобы она вот так размелась чуточку. Мне нравится. Мне очень нравится вышивать. Теперь я наконец-то покажу, что я вышиваю. Вот она схемочка. Если я не ошибаюсь, вышивка... А что я ошибаюсь? Да. Вышивка на 16-й конве. О, как. Смотрите, как классно. Мне кажется, то, что уже видно, видна спина дедулька. Давайте с вами посмотрим. У него типа комбинезон, что ли, какой-то. Вот, по-моему, где-то вот здесь уже. Вот здесь я вышиваю. Смотрите, мне кажется, видно, да? Прикольно так вообще. Прям класс. Ну да, вышивается на 14-й конве. Я немножечко вот здесь взяла. У меня есть такие магниты. Ой-ой-ой. Они, правда, единственное, что хорошо крепятся, когда вместе. Вот они, то есть, другие не подходят, так уже не фиксируют. А я не знаю, как на самом деле закрепить. Но я, в общем, поддерживаю вот это вот низ. Низ конвы вот таким вот образом. Смотрите. Конва удобная. Очень. Почему она удобная? Потому что у нее 16-й. Ой, 16-й. Или не 16-й. 14-й. Я сказала 16-й, да? Ну ладно. Ну, в общем, простите, пожалуйста, неправильно. 14-й каунт. Вообще, вообще великолепно, великолепно. Вышивается удобно. Как вышивается удобно, я хотела сказать. Процесс вышивки достаточно приятный, то есть, мне удобно. Как я вышиваю? Как правило, значит, я вышиваю с помощью нескольких иголок. Помните, я раньше говорила о организации вышивального процесса, да, вышивальной работы. И всегда говорила то, что нужен органайзер, нужно много иголок, чтобы там цвета не менять при вышивании. Ну, в общем, я это все говорила в любом случае. В данный момент у меня не так. Не знаю, почему. Вышиваю я, кстати, не очень много. Этот набор на эту неделю я не вышивала. На этот набор у меня не так. У меня есть одна единственная иголочка, которую я вышиваю. То есть, я отошью полностью ниточку. Видите, у меня как вот здесь. То есть, я не по квадратам ниточку отошью и меняю на другую. Ну, вот таким вот образом я вышиваю. Ну, в данный момент у меня так. Я не знаю, как будет у меня вышиваться дальше. Я даже предположить не могу, потому что у меня... Ай, потому что я всегда все меняю. Ну, вот на первый мой взгляд... Первый мой взгляд, вот первое мое мнение сложилось тогда, когда я сделала видеообзор. Я уже хотя бы, ну, как-то детально посмотрела комплектацию набора. Это во-первых. А во-вторых, я немножечко, вы знаете, как-то составила какой-то... Какой-то для себя, во-первых, план вышивки уже какой-то я прикинула, как будет идти процесс. А во-вторых, у меня, ну, какое-то первоначальное мнение уже было об этом наборе. Конечно, я всегда говорю о том, что понять, как будет вышиваться работа, понять о том, классно, не классно, хорошо, удобно и так далее, можно только тогда, когда начнешь непосредственно уже вышивку. Собственно говоря, так оно у нас и было. У меня, вернее, у нас. Ну да, у нас. У меня и у моих зрителей. А уже после разговоров моих о начале процесса, в общем, впечатление уже практическое стало складываться. И оно хорошее. Нитки мне нравятся, если это действительно DMC, но, скорее всего, это, конечно же, DMC. Они мне нравятся, мне нравятся цвета. Мне нравится то, что они не пушатся, они не рвутся. И вот иголку я использовала из комплектации набора, то есть ту, которую производитель положил. Мне нравится, мне удобно. Ну, пока я вышиваю так. Я не могу сказать то, что я этому процессу уделяю много времени. Но я уже говорила то, что у меня... Я еще, когда обзор, кстати, делала, я говорила то, что мне, конечно, до июля желательно бы добить этот набор, чтобы оформить отпуск у нас... У нас... У меня вообще постоянный отпуск. Какой отпуск? У меня постоянно работают без выходных. Ну, так вот. Нет, у меня в июне будет отпуск. Нет, у меня не будет отпуска. Ну, ладно. У мужа в августе. Вот. Так что в июле надо подошить, оформить, чтобы к папиному дню рождения был готов. Я так хочу. Конечно, у меня бывает мысль, а, Лена, может, ты не успеешь, что делать будем? Блин, хотелось бы успеть. Но, опять-таки, планировать я не буду. Это вот все равно какие-то маленькие зарисовки в голове, а надо бы так успеть до июля, чтобы оформить. Вышиваю я не очень, не очень. Я еще раз повторяю, много. Поэтому, ну, идет как идет. Но, в целом, я довольна. Вот, честное слово, я довольна. Мне очень нравится. Я вообще смотрела некоторые другие наборчики. Я не могу сказать, но вот этот вот. Помните, я говорила то, что прикольно. Вот такой набор я тоже видела. Ну, эти мне не очень нравятся. Но этот, я говорю, как мой. Тихая бухта, он называется не то, что как мой. Ну, в общем, в пару к моему, но я его, скорее всего, не буду вышивать. Но, когда я его вижу, он мне очень нравится. Как-то мое внимание, вот мое зрение, оно привлекается. Именно к этому набору для вышивания. Тихая бухта. Ну, вот, согласитесь, да, то, что здесь уже немножко видна схема. Ой, видна спина дедульки. И видны, по-моему, вот эти вот... Вообще, хотя неплохо видно. Нет, все-таки видны. Видны вот эти вот подтяжечки. Не подтяжечки, а вот эти вот лямочки от комбинезона. Не знаю. Я пока не знаю, как будет дальше идти. Я, если честно, не оценивала схему особо-таки. Вот здесь у нас уже, смотрите, здесь у нас идет травка. Травушка-муравушка. У нас же не будет полная вышивка. То есть 28 на 28 сантиметров так не будет. Это, наверное, вообще в целом 28 на 28. Мне кажется, я сейчас не буду, если честно, пока... Нет, буду, наверное. Ладно, давайте оцениваем. Где у нас тут? Полукрест, да? Так, я чисто символ... Ага. Смотрите, красненькие такие ромбики расчерчены. Кругляшочки. Да, в основном... Да, в основном здесь будет полукрест. Это тоже хорошо, потому что будет маленечко полегче. Ну, побыстрее будет вышиваться. Так что не знаю как. Ну, что хочу сказать? Посмотрим. Самое главное, что надо сделать? Надо вышить дедулю, ребеночка, собачечку. Все. Пока. И желательно, наверное, вышить дорожку. Дальше мы посмотрим. Я, вернее, посмотреть говорю. Мы, мы... Дальше я посмотрю, как будут идти дела вообще. Чтобы можно было прикинуть. Прикинуть еще побольше. Мне так кажется, что они вышиваются крестом. Дорожка, наверное, тоже. А здесь, в основном, полукрест. Это я предполагаю... Сейчас посмотрим. Дорожка, кстати, тоже полукрест. Короче, нельзя сказать, что очень тяжело. Самое главное, живых существ вышить. А дальше будет полукрест. Это вообще здорово. Вышивать я начала, используя свои любимые пяльцы Нурги. Мне они нравятся. Единственное, что, когда я начну вышивать, продолжать, вернее, вышивать другие свои наборы, мне, наверное, придется сменить эти Нурги. То есть на другую работу. У меня же их не так много, этих пялец Нурги. Может, на 8... Ну, а я себе на 8 марта уже сделаю маленький подарочек. Мужа попрошу сделать подарок по-любому. Несколько еще пялец Нурги, чтобы все работы свои распихать, всю канву распихать по пяльцам. Ну, так вот. Ладно, не об этом сейчас речь. Нурги мне нравятся. Они хорошо натянуты. Кстати, знаете что? Потом покажу еще одну работу. Не сейчас. Они вот так вот закреплены, да, Нурги. А я еще видела обратной стороной. То есть как бы вот так вот закреплены, закреплена канва. У некоторых девчонок я видела так интересно. Но я сама на самом деле попробовала. Ну, так, вроде как ничего. Потом покажу, где, в какой работе я попробовала. Мне, в принципе, удобно в них очень вышивать. Достаточно хорошо они крепятся в мой станок. Ну, не очень прям хорошо. Ну, вышивать можно. Так что это мой первый старт. Первый старт, первый старт, первый старт. Это работа обязательная к выполнению, к вышиванию. Потому что она идет на подарочек. Для себя-то еще, знаете, можно где-то что-то там затянуть. Может быть, там вообще не вышивать какое-то время. А вот на подарок уже надо. Вот он мой первый старт, который я, во-первых, хотела вам показать. Которым я хотела с вами поделиться этим видео. Ура! Я себя поздравляю. Надеюсь, этот процесс будет двигаться здорово. Будет также приятен. И в результате получится очень красиво. Но, в целом, я, если честно, в этом не сомневаюсь. Вот такое видео, мои хорошие. Я большое... Ой, я вам большое спасибо. Я очень рада за то, что вы были на моем канале и посмотрели мое видео. Большое спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Заходите, добавляйтесь в друзья. Друзья вконтакте, в одноклассники и в инстаграме. Там всякая интересная штука всегда бывает. Всех была очень рада видеть. Еще раз вам говорю. Самое главное. Будьте живы, будьте здоровы, счастливы и хорошего настроения. До встречи в других моих видео. У меня на канале чуть-чуть попозже. Планирую наснимать все-таки, наконец-то, видео, пока есть возможность. Смотрите другие мои видео. Заходите на... На мой канал почаще. Давайте, в общем, с вами дружить. Всех целую, всех люблю. Всем пока-пока.